Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете заказать и через интернет. Автор сотен видео в интернете. Про правильное питание. Как правильно пить воду. Как правильно дышать. Как правильно вести здоровый образ жизни. Чтобы, занимаясь профилактикой, не попасть на лечение. А если уж попали на лечение, то лечить нужно правильно. Неважно, народными средствами, средствами официальной медицины. В домашних условиях или если уж есть необходимость, то и в условиях стационара. А в этом видео вы узнаете очень важную информацию. Про то, как правильно провести лечение бронхита. Содой пищевой, лекарственными травами, правильным питанием, народными средствами. Возможно и средствами официальной медицины, если они понадобятся. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете три основные группы причин, которые ведут к появлению бронхита. Вы также узнаете, как правильно провести лечение базовое бронхита. И какие признаки вы должны учитывать при лечении. А также какие коррективы вы должны вносить в лечение. В зависимости от тех причин, которые были выявлены. Поэтому смотрите видео дальше. Информация будет достаточно интересной. В зависимости от причины, которая вызвала бронхит. При плохом лечении возникают свои специфические осложнения. И чтобы понимать, какие причины привели к развитию бронхита у вас, а причин может быть сразу несколько, нужно знать принципиальную схему строения органов дыхания. Она достаточно проста. Вдох вы делаете через нос, либо через рот. Пройдя верхние дыхательные пути, воздух попадает в трахею и в бронхи. И бронхит это воспаление вот примерно этого участка органов дыхания. Как правило, ему сопутствует трахеит. Поэтому изолированный бронхит, как правило, он двусторонний. И редко бывает без трахеита. Чаще всего это трахеобронхит. И в данном случае, да, ваш организм инфекцию пропустил. Достаточно глубоко, но не так глубоко, как мог бы пропустить. Потому как следующий этап более неприятный. Это бронхиолит. То есть воспаление мельчайших бронхов. Там, как правило, уже присутствует явление дыхательной недостаточности. Либо воспаление собственно легких дыхательной части. То есть пневмония. И что делать? В зависимости от тех причин, которые могут вызвать трахеобронхит. То есть воспаление средних отделов органов дыхания. Вы узнаете прямо сейчас. Самый коварный вид бронхита по скорости развития опасных для жизни осложнений. Возникает на фоне острых респираторных вирусных инфекций. Особенно такой опасный, как грипп. Что вы делаете в этом случае? Да, бронхит возник на температуре 38. Это реже. Чаще 39-40. А может быть и выше. И лечение бронхита в домашних условиях у вас уже заканчивается. Вы плавно перемещаетесь на лечение в стационар. И в лучшем случае, если вы будете уже правильно выполнять те рекомендации, которые я сейчас скажу. У вас останется лечение в терапевтическом отделении. Если же что-то будете делать не так. Скорость развития осложнений со стороны органов дыхания. А именно острая дыхательная недостаточность. Может перевести вас на лечение уже в отделение реанимации. И ключевое слово в этом процессе не снижение температуры жаропонижающими либо иными средствами. А увеличение в вашем рационе достаточного количества воды для того, чтобы организм мог охлаждаться. Это первое условие. Снижается температура тела благодаря испарению воды с поверхности кожи и органов дыхания. Там тоже вода испаряется. Если воды не хватает, образующаяся в дыхательной системе слизь становится более густой. В результате инфекция, которая спровоцировала проблему, есть явление бронхита. Воспаление здесь. До альвеол, до легких. Один шаг. И каждая капелька мокроты, перекрывшая мельчайший бронх у альвеолы, блокирует здесь часть вашей дыхательной поверхности. Иными словами, вам поверхности для дыхания в легких для газообменов становится все меньше. А при вирусных инфекциях блокируется не одна альвеола, не одна долька. Это примерно 5% дыхательной поверхности. Не одна доля, долей двух легких 5. И одна доля, это 20% дыхательной поверхности, выключена из газообмена. Блокируются мельчайшие бронхи у множества альвеол. Развивается острая дыхательная недостаточность. Если вам не будет оказана реанимационная помощь, самостоятельно выйти из такого состояния вряд ли у вас получится. Поэтому если у вас вирусная инфекция осложнилась трахеобронхитом, вы должны лечиться более правильно. Ключевое слово одно я вам сказал. Вода! Вы должны пить воду для того, чтобы испаряющаяся в легких вода испаряется. Это не вопрос. Главное, чтобы слизь была жидкой. Чтобы к ней прилипали те вирусы, бактерии, пыль. И с кашлем, который здесь всегда присутствует. Продуктивный кашель должен быть. Как добиться продуктивного кашля? Я вам скажу одно слово. Я уже сказал. Вода без воды жидкой мокроты не будет никогда. И в данном случае ваше спасение. Ваша первая и самая главная помощь. Это наличие мокроты, которую вы легко отхаркиваете. Мокрота жидкая. И заболевание вы сопровождаете правильно. Что же еще делать? Если это не вирусный бронхит. Не бронхит как осложнение вирусных инфекций. Вы узнаете прямо сейчас. При встрече с новой для вас вирусной инфекцией заболевание возникает. Важнее вопрос какой ценой вы приобретете к ней иммунитет. Просто правильно сопровождая вирусную инфекцию. Либо с развитием различных осложнений. Снижающих как ваш уровень здоровья, так и опасность для вашей жизни. То вторую группу причин для развития бронхита, трахеобронхита. Я бы объединил это отражение вашего уникального образа жизни. Который вы ведете по своему разумению. Как вам удобно. Вдыхаемый человеком воздух не стерилен. Там всегда есть бактерии, вирусы и другие раздражители. Которые раздражая, попадая в дыхательную систему, вызывают либо не вызывают заболевание. Если иммунная система в данный период времени достаточно мощна, заболевание не возникает. Если вы какими-то своими усилиями иммунитет снизили, будет развиваться заболевание. Тут все понятно. Как снизить иммунитет? У каждого свой путь. Кто-то применяет различные диеты. Ограничительные диеты. Или несбалансированные диеты. Иммунная система не имеет возможности полноценно ответить на постоянно попадающие раздражители, патогены. Вдыхательную систему развивается бронхит. Кто-то применяет более жесткую систему питания. Под названием лечебное голодание. Ну, лечебное назвали авторы его с иронией. Правда, в последнее время говорят разгрузочная диетическая терапия. Какая же она диетическая, если там в диете одна вода прописана. Ну и вдыхаемый воздух с различными патогенами. Вот как только в вашей иммунной системе не хватает белков на выработку интерферона, на выработку иммуноглобулинов, на образование в костном мозге достаточно агрессивных клеток, которые будут поедать все, что попадает в пределы видимости, трахеобронхит не возникает. Вот когда иммунная система ослабеет, резервы исчерпает. Легко и просто. Так же как и при охлаждении. Как местом. Когда вы либо пьете холодные напитки и снижаете иммунитет. Трахея с пищеводом находится очень рядом. И любые холодные напитки, либо продукты питания, проходя по пищеводу, неизменно проверяют вашу иммунную систему в трахее. Здесь активация микрофлоры спустилась ниже. Появился трахеобронхит. Либо вы общими охлаждающими процедурами испытываете свою иммунную систему. Неважно вы обливаетесь холодной водой. Либо решили позакаляться в прохладной речке, либо в проруби. Результат будет один и тот же. Только скорость его развития будет зависеть от мощности вашей иммунной системы на старте. Стрессовые гормоны от почников никогда иммунитет не повышали. Они всегда его подавляют. И проверяют ваш организм на устойчивость к различным инфекциям. Есть запасная мощность. Вы не болеете. Нет запасной мощности. Развиваются те или иные болезни. Самый простой из них трахеобронхит. Есть и другие способы снизить или проверить свой иммунитет. Слишком интенсивно вдруг вы решили заняться спортом. И с места в карьер стали заниматься различными видами физической активности. Мышца конкурент иммунной системы. Белок, который съели мясо, рыбу, птицу, яйца, растительные белки. Не важно какого происхождения. Белок попал в пищеварительную систему. Переварился в какой-то степени. И дальше либо его мышца заберет. И вы увидели другие формы тела. Либо иммунная система. Если вы питание не сбалансировали и для развития мышц. И для активности иммунной системы. Понятно кто будет отдыхать. Если вы напрягаете мышцу. Вы заставляете белки складывать именно в мышечную ткань. Или у вас вдруг еще один путь для снижения иммунитета. Эмоциональный стресс. Стрессовые факторы провоцируют удержание резервов не для иммунной системы. Иммунная система выключается в стрессе. Стресс это обеспечение реакции убегай либо догоняй. Это та же физическая нагрузка. Только в другом виде. Не в тренажерном зале. А в привычном вам кресле. Или где-то в другом месте. На работе, дома. Не важно где вы стрессово активничаете. Важно результат. Ваш организм готов к активной физической нагрузке. Потому как вам нужно либо убежать от опасности. Стресс это обеспечение реакции в данном случае убегай. Либо побежать за едой. Реакция догоняй. Ваша иммунная система при этом не имеет значения на каком уровне нездоровья вас настигнет опасность и вы погибли. Либо на каком уровне нездоровья вы не догоните еду. И тоже погибли, но от голода уже. В данном случае возможности. Разные пути, разные причины могут действовать на вашу иммунную систему. И в случае если пазлики сложились. Количество негативных факторов для вашей иммунной системы оказалось чрезмерным. Иммунитет в органах дыхания снизился. Не дышать вы больше чем несколько минут не можете. Делаете вдох. Запускаете в ослабленный организм новые порции бактерий, вирусов и другие патогены. Ведь химические вещества тоже вызывают бронхит. Есть пылевой бронхит. Есть бронхит вызванный химическими веществами. Неважно на что ваш организм не смог среагировать. С чем не смог справиться. Важен результат. Обострился бронхит. И нужно его лечить. Еще один важный фактор. Который способствует развитию бронхита. Я уже косвенно о нем сказал. Вы не знаете как правильно дышать. Но! В данном случае дыхание не является определяющим моментом развития бронхита. Но! Значение имеет однозначно. И вот третья группа причин. Которые способствуют развитию бронхита. Я бы сказал от незнания как правильно дышать. И об этом вы узнаете прямо сейчас. Тем кто разными способами испытывает свою иммунную систему на прочность. Важно знать как правильно дышать. Как правильно поддерживать органы дыхания. Чтобы вовремя остановиться. И не попасть в явление бронхита. Трахиобронхита. Ну а если попали. Если обострение появилось. Как правильно выйти. Но есть две группы людей. Которые к органам дыхания относятся диаметрально противоположно. Одни их активно используют в системе под названием здоровый образ жизни. Другие аналогично в системе нездорового образа жизни. Часть занимается вдыханием продуктов неполного горения табака. Неважно это сигареты, сигары, трубки. Другие способы введения табачного дыма в органы дыхания. Когда всегда присутствует хронический обструктивный бронхит курильщика. С вероятностью как минимум обострения. С развитием осложнений. В том числе для до онкологических заболеваний. Но ведущие здоровый образ жизни. Если не знают как правильно дышать. При занятиях спортом. Так же легко и просто. Могут попасть на обострение бронхита. Либо на его проявление. И как оказывать помощь самому себе. В зависимости от того какой вид бронхита у вас. Какие причины привели к его возникновению. Вы узнаете прямо сейчас. Рекомендации которые вы сейчас услышите. Относятся к лечению острого либо хронического. Трахеита, бронхита, трахеобронхита. Но без явлений ларингита. Без явлений астматического бронхита. Либо бронхита с астматическим компонентом. Без бронхиальной астмы. Без пневмонии. Которые лечатся похожим образом. Но имеют свои специфические особенности. Без учета которых. Выйти из болезни без осложнений. Достаточно сложно. И такие видео со временем появятся на моем канале. Вы их сможете просмотреть. А в этом я расскажу. Как лечить трахеит, бронхит, трахеобронхит. Вне зависимости от причины. Которая его вызвала. Правильно. И первое что вы должны сделать. В любом случае. Перейти на правильное дыхание. Что такое правильное дыхание в этих случаях? Вдох вы делаете обязательно через нос. Выдох через рот. Для чего вам это нужно? Вдох через нос приводит к тому, что воздух вдыхаемый лучше увлажняется. А пересушенный воздух, сухой воздух пересушивает мокроту. И провоцирует развитие опасных, пожалуй, самых опасных в данном случае для жизни осложнений. А именно острой дыхательной недостаточности. Вдох через нос позволяет воздух лучше согреть. Теплый воздух, попадая в органы дыхания, особенно в начальное отделы органов дыхания, поддерживает местный иммунитет. И тот иммунитет, который по какой-то причине ослабил, будет в слабом месте вашего организма укрепляться. Третий момент. Что делает вам, что дает вам носовое дыхание? Воздух лучше очищается. И несущественно вызвали воспалительный процесс трахеид, трахеобронхит. Бактерии, вирусы, частицы пыли, гари, какие-то химические вещества. Большее их количество будет оставаться в начальных отделах органов дыхания. И не важно, что там может быть какой-то дополнительный воспалительный процесс. Он не так опасен для вас, как явление трахеобронхита. И в данном случае вы получаете специфическую помощь. Вне зависимости от того, какая причина вызвала трахеобронхит. Второе, что вы должны сделать. Обязательно должны усилить иммунитет в начальных отделах органов дыхания. Это сделать достаточно просто в домашних условиях, буквально в течение нескольких минут. Вы должны утеплить кисти и стопы. Иными словами, плотные носки, хорошие варежки поднимут вашу иммунную систему. Охлаждение кистей и стоп приводит к тому, что иммунитет в начальных отделах органов дыхания падает. И входные ворота для инфекции, заходи кто хочет. Или для любых других раздражителей открыты. В таком случае трахеид, бронхит будет продолжаться достаточно долго. И вы играете в игру. Разобьются осложнения, более опасные для жизни. Или организм как-то будет стоять на месте, топтаться на месте в этом случае. Что еще вы получаете дополнительно? Как усилить дополнительно? Многие говорят, что надо парить ноги. Пойдите ребенка удержите в ванне или в тазике с горячей водой. Либо женщина в определенные физиологические периоды своей жизни тоже не может воспользоваться этой помощью. Есть еще кисти рук. Вы можете взять стеклянную либо металлическую емкость. Хорошо нагретую. Они отлично отдают тепло. Пластик не подходит. Пластик очень медленно отдает тепло. И в этом случае согрели кисти. Подняли местный иммунитет. И подняли планочку перед теми патогенами. Которые стремятся проникнуть в органы дыхания. И поддерживать трахеид, бронхит, трахеобронхит. Движение 3. Что должны делать все? Это улучшить, увеличить питьевой режим. Вы должны больше употреблять воды в разных видах. Вода номер один в составе слизи. Около 98% в слизи это вода. Если слизь образуется более густая, осложнения со стороны органов дыхания становятся более вероятными. А именно острая дыхательная недостаточность. Поэтому водичку нужно пить всем. Воды должно быть больше. В случае если у вас температура до 38 градусов поднялась. У вас вода находится в системе. Вы питание не исключаете. Питаться продолжаете. Пища конечно должна быть более легкой. Должна быть легче перевариваться. Быстрее перевариваться. Соответственно лучше усваиваться. И просто вы добавляете различные напитки в свой рацион питания. Если же температура поднялась выше 38-38 с половиной. А может быть и выше градусов по Цельсию. У вас еда из рациона по мере повышения температуры либо облегчается. Переходите на какие-то кашки, какие-то киселики. А если температура пошла выше 39-ти. У вас практически вода с медом, с вареньем. Которое разведено в этой воде. И вы такую воду пьете. Обязательно, принципиально температура. Не должно быть супер горячей. Эта вода вам не нужна. Все равно вы будете ее удерживать во рту. Чтобы охладить до той температуры, которую вы можете проглотить. Но пока вы удерживаете во рту варенье. Варенье вишневое, яблочное, разведенное в воде. У вас кислоты, фруктовые кислоты всегда прекрасно связывать будут кальций в полости рта. И вы после такого лечения попадете к любимому стоматологу легко и просто. Поэтому пить нужно обязательно в теплом виде. Температура определяется легко. Кто воспитывал когда-то детей, знает как это сделать правильно. Берете к предплечью. Только человек без повышенной температуры должен к предплечью приложить емкость с той жидкостью, которую вы хотите выпить. Ощущение нейтральное есть. Ни горячо, ни холодно. Прекрасно! Вот именно в таком виде можно пить. Пить любые напитки в холодном виде противопоказано. Трахея и пищевод находятся рядом. Прохождение по пищеводу любых продуктов, напитков в холодном виде неизменно снижает иммунитет в трахее. И помогает воспалительному процессу либо поддерживаться, либо распространяться дальше. В этом случае вы рискуете осложнениями, если делаете неправильно. Пить холодные напитки в попытке охладить свой организм и снизить температуру бессмысленно. Вы можете таким образом только снизить одно свой иммунитет. И помочь инфекции подольше находиться в вашем организме в активном виде. Вот дальше с этой точки рекомендации разнятся в зависимости от причин, которую вызвала трахеид либо трахеобронхит. А именно, если у вас трахеид, бронхит как осложнение вирусной инфекции, вода должна не просто зайти в любом виде, она должна быть подкисленной. То есть лучше использовать вам вишневое варенье, лучше использовать яблочное варенье, черную смородину, цитрусы вы можете использовать, подкисленная вода, кислоты. Очень неблоприятная среда для различных вирусов, которые в данном случае могут развиваться в организме. И не могут, они развиваются, раз у вас осложнение вирусной инфекции. Но! Подкисливать воду нужно только в этом случае! Если вы боретесь с трахеобронхитом как осложнение вирусной инфекции, на этом для вас рекомендации заканчиваются. Вы наблюдаете за своей иммунной системой. Но лучше это делать все-таки в условиях стационара. Почему? Я уже рассказал. А вот что делать, если трахеобронхит вызван не вирусами, а вследствие снижения иммунитета по разным причинам, вы узнаете прямо сейчас. Если трахеит, трахеобронхит не вирусного происхождения, вода, которую вы пьете, должна быть не кислой, а щелочной. Щелочная вода способствует образованию большего количества мокроты. Более того, в более жидком виде. А начальные проявления трахеита, бронхита, как правило, кашель сухой, непродуктивной. И ваша задача помочь своему организму не с кашлем нужно бороться. А перевести непродуктивный в продуктивный. Иными словами, ускорить образование мокроты в органах дыхания. Потому как именно с мокротой вы можете избавиться от основных раздражителей. И неважно, там бактерии шалят в трахеи в бронхах. Либо там пыль, гарь, копоть, какие-то химические вещества раздражают органы дыхания. Несущественно мокрота поможет вам от них избавиться. И щелочные воды это в данном случае номер один. Но! В случае, если в желудке отсутствует свободная соляная кислота. Иными словами, когда вы пьете щелочные воды. И щелочь, пищевая сода, как наиболее частый компонент щелочных вод, встречается с соляной кислотой, происходит реакция, образуется углекислый газ, раздражающий стенку желудка. И вновь усиливающий секрецию соляной кислоты. И вместо отхаркивающего эффекта, вместо увеличения образования жидкой мокроты, у вас идет просто отрыжка. И пока вы можете играться в этом процессе, будете ожидать лечебный эффект, могут развиться осложнения. В этом случае вам нужно просто правильно изменить свое питание. Да, можно перейти на элемент лечебного голодания, несколько дней попить водичку. Но ваша иммунная система из воды, из щелочной воды, новые лейкоциты, новые молекулы интерферона, либо иммуноглобулинов не создаст. Поэтому такой путь возможен. Но лучше все-таки применить правильное питание. О котором я расскажу прямо сейчас. Правильное питание при появлении трахеита, трахеобронхита, бронхита, жесткое вегетарианство. Иными словами, пока у вас присутствует сухой непродуктивный кашель, вы из рациона должны убрать мясо, рыбу, птицу, яйца. То есть продукты, которые достаточно долго перевариваются в желудке. И не дают возможности новым порциям воды добраться до ваших органов дыхания, увеличить образование слизи и сделать ее более жидкой. По мере того, как у вас появилась мокрота, хороший отхаркивающий эффект присутствует. То есть органы дыхания способны к самоочищению. Вы рацион расширяете. Для того, чтобы ваша иммунная система могла полноценно ответить тем патогенам, которые проникли в ваши органы дыхания. А вот как, какими средствами усилить появление отхаркивающего эффекта? А улучшить образование мокроты? Вы узнаете прямо сейчас. Чтобы увеличить образование мокроты и облегчить ее отхождение, самое простое средство – пищевая сода. Но! Если вам помогает сода, растворенная в воде, у вас есть повод обратиться к гастроэнтерологу. Скорее всего, либо снижена кислотность, либо нулевая кислотность. Есть атрофический астрит. А тут определенные риски для вашего здоровья в перспективе появляются. Лучше использовать соду с молоком. Берется стакан горячего молока, пол чайной ложки соды. И уже эта комбинация дает хороший отхаркивающий эффект. Но! Можно эффект и усилить. Для усиления можете добавить по вкусу мед. Можете добавить либо желток яйца, либо ложку натурального сливочного масла, либо какой-либо жир. Это может быть банальный внутренний жир свиной. Либо барсучий, медвежий жир. У кого что есть. В любом случае, вот эта комбинация достаточно быстро проходит пищеварительную систему. И дает, как правило, у всех быстрое образование мокроты. С улучшением ее отхождения. Но! Вопрос! Когда вы будете использовать это средство? Лучший вариант, правильный ответ с утра. Чтобы у вас было время на отхаркивающий эффект. Часто рекомендуют использовать такой состав вечером, перед сном. Да, я вас понимаю. В любой момент, когда бы мокрота не образовалась в органах дыхания, и запустился очистительный процесс, это благо. Но! Ночью для иммунной системы лучше бы спать. И для нервной системы тоже. Поэтому лучше такое средство использовать утречком. для того, чтобы отхаркивающий эффект был. В дневное время дня, когда вы можете не просто, у вас не просто появился продуктивный кашель. Но! Очень важный момент, куда денется мокрота после того, как она с кашлевыми движениями оказалась у вас во рту. Если вы ее проглатываете, те раздражающие дыхательную систему вещества могут спокойно вернуться к органам дыхания и продолжать свое не самое простое дело. Поэтому самый лучший вариант в данном случае и диагностический, и лечебный. Всю образующуюся в дыхательной системе мокроту, насколько вы это можете сделать, конечно, нужно выплевывать. Лучше выплевывать для анализа какой-то сосуд. И вы будете видеть, насколько эффективно работает иммунная система в ваших органах дыхания. Если мокрота имеет зеленоватый оттенок, это говорит о том, что иммунная система требует дополнительной помощи. Если желтоватый, то справляется с трудом, но справляется. Лучший вариант, если мокрота идет прозрачная. А еще лучше, когда вы отхаркиваете, просто сплевываете слюну. В данном случае говорит о том, что количество мокроты уже относительно небольшое. И воспалительный процесс в органах дыхания практически уже завершен. Но! Можно еще в большей степени усилить действие вот этих средств, которые я обозначил. И как это сделать правильно, вы узнаете прямо сейчас. Как же усилить образование мокроты с помощью этого достаточно известного в разных модификациях средства? На первом этапе приготовления вы к холодному молоку должны добавить пол чайной ложки, может быть чайную ложку без горки измельченных корней алтея лекарственного. При нагревании полисахариды, а главное в этом случае полисахарид, слизистые вещества, попадают в молоко. Далее при остывании в это молоко вы уже добавляете те ингредиенты, которые у вас есть под руками. И употребляете. Слизь в корне алтея способствует более быстрому и более раннему появлению слизи в органах дыхания. И самоочищению легких с вашей помощью. Но! Это не единственный ускоритель, который можно использовать в этой системе. А что еще можно использовать буквально из того, что есть у вас в домашних условиях на кухне, вы узнаете прямо сейчас. Чтобы не только увеличить образование мокроты, но и облегчить ее отхождение из органов дыхания, иными словами получить полноценный отхаркивающий эффект, на начальных этапах приготовления это средство можно еще модифицировать. И к холодному молоку вместе с измельченными корнями алтея добавляются плоды укропа. Если это маленький ребенок — два-три. Если это взрослый человек — небольшая щепотка. А дальше все то же самое. Вы при нагревании молоко перемешиваете, чтобы оно не подгорало. И чтобы лучше шла экстракция нужных вам веществ. Если есть склонность к бронхообструкции у вас или у ваших родственников, можно использовать плоды аниса. Но в данном случае, в любом случае, несколько штучек добавляется к стакану молока. И готовите точно так же. Но! В этом случае критически важно правильно использовать. Учитывая биоритмологию. Если мы вспомним, что меридиан легких максимально активен с часа до трех ночи, минимальная активность симметрична в эти же часы только днем. Иными словами, для того чтобы использовать легкие, когда они максимально широки, когда они как проспекты пропустят любое количество мокроты, все отхаркивающие средства должны окончить свое действие до 15-16 часов дня. После этого периода времени начинает уменьшаться количество гормонов коры надпочтников в кровеносной системе. И бронхи могут на раздражитель ответить бронхоспазмом. В этом случае вы делаете несколько неправильно. А вот как правильно дышать в разных случаях для вашего здоровья? В случае болезни вы уже знаете. Но! Бронхит так или иначе у большинства излечивается. И без осложнений! Вот что вам делать? Как вам правильно дышать? В случае, если вы ведете свой образ жизни, какой ведете? Вы узнаете! Прямо сейчас! Если вы трахеобронхит вылечили без осложнений, правильное дыхание для вас, вдох вы делаете через нос, выдох произвольно через нос, либо через рот. Принципиален вдох. Носовое дыхание обеспечивает более комфортное увлажнение, согревание и самое главное очищение вдыхаемого вальв воздуха, что делает вероятность обострения трахеита, трахеобронхита минимальной. И эфемерными осложнения этих не самых простых заболеваний. При правильном контроле они ягнята, при неправильном сопровождении возможны опасные для жизни осложнения. Но! В том случае, если вы ведете неактивный образ жизни. Если в вашем образе жизни встречаются эпизоды, либо систематически физическая активность, чаще всего занимаются бегом для здоровья. Не важно! Вы пытаетесь успеть догнать маршрутку, или догнать товарищей, или просто мотаете круги по стадиону, либо по иной местности. В любом случае, вам нужно знать, как правильно дышать. У вас трахеит, трахеобронхит был острый, либо хронически несущественно. Обострить неправильным дыханием во время бега очень легко. Такая информация есть на моем канале. Наберите в поисковике, как правильно дышать при беге на разные дистанции. И вы узнаете. Особенности в каждом случае есть. И они ключевое значение имеют для вас. Потому, как слабое место в вашем организме одно уже проявилось. Ну, раз вы нашли это видео на моем канале. Поэтому просмотрите! Я не буду дублировать ту информацию. Она достаточно полно изложена и доступна в интернете. Вы ее можете найти и просмотреть. Ну, а на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому из друзей отправить ссылочку на это видео. Как воспользоваться изложенной в нем информацией. Возможно, что-то нужно обновить. Отмотайте к началу видео, просмотрите. А я подумаю, какое еще видео написать на тему здоровья и активного долголетия для вас. До новых встреч на моих каналах!